С рабочего дня я как мешок с говном, который выпал из грузовика прямо на булыжную мостовую, лицом в самую густую лужу. И в такие моменты мне точно не до светлого и будущего. У всех у нас работа, бытовуха, семья, обязанности. Проблема и куча социальных шаблонов, которые съедают наш оптимизм и нашу энергию. Но жизнь все равно разделит всех по примитивному лекалу. Сделал, не сделал. А сколько раз ты пробовал, как старательно учился и планировал, как долго ждал, как сильно надеялся и верил ей по барабану. Поймешь это, и жизнь перестанет быть сукой и станет твоей самой большой любовью. Сейчас самое время зачитать какую-нибудь великую мантру на успешный успех и позитивчик. Но позитивного мышления недостаточно. Делать надо быстро и без необходимости мотивировать себя горячим паяльником, даже если никто не видит, даже если никто не похвалит и не оценит. И шагая по направлению к своей цели, ты должен слышать треск штанов, но не задницы. То есть нагрузка должна быть достаточной, но не критичной. Даже если ты сейчас лежишь в гипсе с израненной душой, а жизни окружающей ебошат по тебе из говномета, это не повод заниматься самосожалением. Никто тебя не пожалеет. Нахер ты никому такой не нужен. Займись своей внутренней оболочкой. Начинай уже действовать. Большинство людей думают, что стоит только захотеть, и они не достигнут любой цели. Начинаешь что-то делать, и на практике оказывается, есть люди, которые этого достигли, есть люди, которые не могут этого достичь, потом 50 метров дерьма и следом они. Ты понимаешь, что придется взять чайную ложечку и хорошо ей поработать, заплатить определенный ценник за новый результат, своим временем, потерей сочувствия и жалости от близких, новыми приоритетами, возможностью переложить ответственность на другого, новость серии смешариков или Дома-2, или что ты там сейчас любишь. Каждый из нас находится под этим 50-метровым слоем. И единственным характером. Большинство тратит жизнь на внешний антураж, на оболочку, не зная ничего о силе и слабости внутренних фреймов. Люди в погоне за своим счастьем и целями копируют чужие или выдуманные образы. И для этого продается целый арсенал. Кредиты, дорогие шмотки, курсы пикапы, аренда, многочисленные тренинги. И рассчитывая, что скопировав образ или воссоздав его из своих влажных мечт, они вместе с этим получат и вторую половину – внутреннюю. Счастье, уважение, спокойствие, любовь, смысл. Жизнь любит подбрасывать нам ложные важности и надуманные ценности. Нам кажется, что счастье – это поменьше напрягаться и побольше экономить, спокойствие и защита, много денег и доступ к ресурсам – это полная хрень. Счастье – это когда над тобой не висят принципы и правила, которые придумал не ты. Когда ты не обязан оборачиваться, слыша свое имя. Когда у тебя есть вектор развития и ты кайфуешь уже по дороге, а не от конечной цели. Мне абсолютно по барабану на оболочке. Мне без разницы, в каком бомжатском пуховике я хожу, побрился или нет, слова-паразиты, ошибки в моих текстах, отношение к политике, экономике, сексуальной ориентации и социальная позиция. Если у тебя сильный внутренний фрейм, тебе все условности безразличны. Размеры, крепость твоих есть, самореализация, внутренняя оболочка зависит от твоей ценности перед вселенной. И вселенная – это не та спиралевидная хрень, которую ты увидел в очередном блокбастере. Это твоя семья.